Приветствую всех на канале Piano By Life. Этот выпуск посвящен одному из самых известных хитов группы Linkin Park, песне Nump. После выхода похожего видео о богемской рапсодии группы Queen нас буквально засыпали комментариями и просьбами снять такое же видео о именно этом творении группы Linkin Park. Вы точно слышали, но знаете ли историю создания этого трека? Задумывались ли вы когда-нибудь, какой глубокий смысл пронизывает всю эту песню и почему она стала так популярна? В этом видео мы не только расскажем не всем известные подробности создания этого хита, но и научим вас наигрывать Nump на пианино. Я покажу вам красивую, мелодичную, но совершенно несложную версию, которую сможет разучить даже новичок. Все тайм-коды будут в описании к этому видео. Ставьте палец вверх, если ждали это видео и пишите в комментариях, какая ваша любимая песня группы Linkin Park или любого другого исполнителя музыкой из кинофильмов, которую вы мечтаете научиться играть на пианино. Поехали! Linkin Park это американская музыкальная группа, образованная в 1996 году в городе Агоура-Хиллс в штате Калифорния. Она всегда выделялась своим уникальным стилем, сочетающим в себе элементы альтернативного рока, нью-металла и даже рэпа. В состав группы входили Майк Шинода, Брэд Белсон, Роб Бурден, Дэйв Феникс Фаррелл, Джо Хан и, конечно же, любимый многими Честер Беннингтон, чей вокал стал визитной карточкой коллектива. Linkin Park добились успеха благодаря своему дебютному альбому Hybrid Terry в 2000 году. Этот альбом разошелся тиражом более 30 миллионов копий по всему миру и стал самым продаваемым альбомом 2001 года. Песни In The End и Crawling стали хитами и принесли группе мировую известность. После ошеломительного успеха альбома Hybrid Terry группа выпустила новый альбом под названием Метеора, который закрепил их статус суперзвезд и, конечно же, запомнился всем именно песней нам. Критики и фанаты высоко оценили альбом Метеора за его инновационное звучание и особенно за эмоциональную глубину. Кстати, а вы знаете, как группа получила свое название? Ведь изначально они назывались Xero, затем Hybrid Terry. Но когда они подписали контракт с Warner Brothers Records, выяснилось, что название Hybrid Terry уже занято другой группой. А дальше все просто так вышло, что вокалист группы Честер Беннингтон очень часто ходил на репетиции через Линкольн Парк. И ему в голову пришла такая идея назвать группу в честь парка. Казалось бы, вот оно новое название музыкальной группы. Но нет, Линкольн Парком они так и не стали, ведь вскоре выяснилось, что интернет-домен с таким именем уже занят. Все логично, ведь у Линкольн Парка есть собственный сайт, поэтому музыкантам пришлось думать, как исказить Линкольн Парк так, чтобы оно осталось созвучным, но при этом уникальным. Ну и, конечно же, чтобы легко находилось через поисковые запросы в интернете. Так они и придумали Линкольн Парк, название, под которым группа стала всемирно известной. «Намп» — это один из самых знаковых треков Линкольн Парк, который вышел в 2003 году в составе их второго альбома «Метеора», как мы уже говорили. Интересно, что «Намп» стала одной из последних песен, записанных для этого альбома. Песня «Намп» отличается эмоциональной глубиной и невероятной энергией. Текст рассказывает о разочаровании, внутреннем конфликте и поисках себя. Кстати, Честер Беннингтон признавался, что некоторые строчки для этой песни были навеяны его личными переживаниями в момент борьбы с депрессией. Вы только представьте, эта песня, в принципе, была задумана всего лишь за неделю до того, как группа уже буквально вошла в студию, чтобы начать запись. Которая, кстати, сложилась быстро и беспрепятственно. На самом деле, группа дольше искала ту самую песню, которая бы идеально завершила работу над пластинкой. И вот, наконец, она появилась. Название «Намп», кстати, переводится как «анимевший». Как вы поймете дальше, речь идет о эмоциональном анимении. Вот что говорил о смысле песни «Намп» Майк Шинода. Это вокалист, гитарист и клавишник Линген Парк. Он говорил, последняя песня называется «Намп». Она начинается с приятного клавишного хука. Я думаю, это был хороший способ закончить альбом, потому что она как бы подводит итог записи. Она очень узнаваема, как наше звучание. Она звучит, как песня «Линген Парк», но в ней есть некоторое настроение, как у альбома «Метеора». Когда вы ее слушаете, вы легко узнаете в ней песню «Линген Парк», но она, очевидно, принадлежит именно альбому «Метеора». Она как бы о тех временах, когда у вас не осталось никаких чувств или вам просто все равно. Это почти как истощение или что-то в этом роде, что, как ни забавно, мы чувствовали после тура в прошлом году. И даже в буклете «Метеора» группа написала, что эта песня была задумана всего за неделю до того, как группа вошла в студию Energy, чтобы начать запись. Построенная вокруг вступительного хука, песня родилась быстро и почти без усилий. Клип на песню «Намп» был снят в городе Прага в Чехии. В нем фигурируют участники группы и рассказана история о девушке, которая борется с одиночеством и непониманием. «Намп» стала третьим синглом альбома «Метеора» и одним из самых успешных треков «Линкен Парк». Она сразу же достигла первого места в двух чартах и оставалась там суммарно 12 недель подряд. А в 2004 году песня была перезаписана рэпером Jay-Z и получила название «Намп энд Корп». Этот ремикс стал также чрезвычайно популярен и даже получил премию Грэмми. А теперь самое интересное, давайте разберем, как играть «Намп» на пианино. Есть разные версии, более сложные, можно найти в интернете даже в разных тональностях. Мы же выбрали красивую и несложную версию, которую вы легко сможете разучить, просто повторяя за мной, даже если не являетесь практикующим музыкантом. Кто-то из вас знает ноты, кто-то нет, поэтому я постараюсь объяснить все максимально простым языком. Мы разберем отдельно мелодию и основные аккорды, а затем соединим это все, чтобы у вас получилось настоящее музыкальное произведение. Мы переместились за клавиши фортепиано, и сейчас я вам все покажу наглядно и по порядку. Итак, мелодию правой руки вам нужно будет выучить. Но чтобы вас сразу не пугать и вы сразу понимали, что будет не так уж и сложно, я покажу, что аккомпанемент в левой руке состоит, в принципе, из одних и тех же повторяющихся аккордов. Только ноты мы нажимаем поочередно. Какие это аккорды? Ре, ля, ре, фа. Си бемоль, фа, си бемоль, ре. Фа, до, фа, ля. И последний до, соль, до, ми. Получается, вот это вы повторяете раз за разом. Исключение вот этой поочередности аккомпанемента будет только в одном моменте, там, где мы из куплета будем переходить в припев, вот здесь. И дальше припев. Также сразу обращу ваше внимание, что вот в этом аккорде последнюю ноту ми мы играем не везде. На куплете мы ее точно не играем. Запомнив это, вы теперь сможете сконцентрироваться на том, чтобы запоминать мелодию. Сейчас я покажу, как это проще сделать. Поделите все произведение, как я уже и говорила, на четыре части. Это вступление. Затем куплет. Он начинается частично со вступления. И вот здесь как раз-таки начинается переход из куплета в припев. Ну и, наконец, сам узнаваемый припев. Ну что, теперь, разобрав все нюансы, которые облегчат вам разучивание, сыграем ее целиком. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok